Две сотни учителей со всего Подмосковья приняли участие в педагогическом слёте. Его провели в Химкинской школе «Триумф». 25 лучших педагогов, которые достигли больших высот в профессии, делились своими знаниями. Для учителей они провели мастер-классы и тренинги. Цель зажечь наших учителей, рассказать о том, как важно быть творческими, креативными, как важно зажигать на своей работе и вести их хорошим результатом. Потому что выигрыш от этого в конечном счете остаются наши дети, наше будущее. В актовом зале лекция по креативной педагогике. Спикер – тренер-консультант по педагогическому дизайну, победитель конкурса «Учитель года России» Мария Ахапкина. Почти 20 лет она преподает английский язык. Вместе с коллегой-нейробиологом Анной Резниковой рассказывают, как избежать профессионального выгорания. Сегодня мы говорили об устойчивой познавательной активности, но не только ученика, а учителя. Собственно, под устойчивой познавательной активностью мы, наверное, подразумевали устойчивую мотивацию. Потому что мы много говорим о мотивации ученика, но часто забываем о том, что и педагога надо мотивировать, и его надо учить, мотивировать самого себя, поддерживать. Очень трудная работа у педагогов. Тренинг мотивационный для всех категорий педагогических работников. Это и учителя, и управленческий персонал. Это полезно и молодым педагогам, и педагогам уже с опытом. Программа слета максимально насыщена, чтобы каждый учитель смог найти нужную и полезную информацию для своей работы. Третий – зональный педагогический слет клуба «Творческая инициатива». Это отличная возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом и, самое главное, познакомиться с методиками, которые ежедневно в своей работе используют победители конкурсов педагогического мастерства. А это уже другой мастер-класс. От лауреата конкурса «Учитель года Подмосковья» Натальи Архаровой. Педагог приехала из Нарофоминска поделиться своим опытом. Она показывает открытый урок по литературе для девятиклассников. За происходящим внимательно наблюдают коллеги-педагоги. «Сегодня мы с вами совершим некое путешествие во времени, которое, по сути дела, вы совершаете ежедневно, приходя в школу на уроках истории, на уроках литературы, на уроках физики, когда узнаете, что и когда была открыта. Да, по сути дела, потому что 40 минут, которые сегодня мы с вами проведем вместе, это 40 минут моей жизни и 40 минут в вашей жизни». Своим педагогическим мастерством делится и химчанка Екатерина Калашник. На своем открытом уроке она показывает, как можно сделать математику не скучным предметом, а интересным. На повестке дня у восьмого класса степени с отрицательными показателями, но перед этим необычная зарядка для мозга. После мастер-классов торжественная часть – награждение победителей педагогических конкурсов. С приветственным словом к гостям обратилась депутат Государственной Думы России Ирина Роднина. «У нас у каждого уже с другой учителя, педагог, наставник. И, наверное, каждый, кто состоялся, у каждого, у кого есть интересное дело, то, чем он дает, это были люди, которые его направили и поделились. Педагог – это профессия отдавать. Отдавать свои знания, свое время, силу, здоровье, сердце. А давайте видеть дальше вот эти ростки». Педагогов наградили в разных номинациях. Елизавета Шкуренко стала победителем муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют». Всего второй год она преподает математику в Химкинском лицее номер 12. На вопрос, что помогает справляться с трудностями, молодой учитель отвечает с улыбкой «Любовь к детям». «Их искренние эмоции, когда они их дарят, это просто не описать никакими словами, от этого очень сильно заряжаешься. Ну и, конечно же, коллеги, они очень сильно поддерживают, всегда дадут совет, помогут. Получать награду всегда приятно, особенно от любимого города. Очень рада». В завершение педагогического слета перед учителями выступил ансамбль народной песни и танца «Лебедушка». Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.